Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Светлана Петрова. Светлана Владимировна, здравствуйте! Добрый день! Светлана Владимировна, буквально на днях был подписан указ главы Чуваши о присуждении грантов главы Чуваши образовательным организациям Чувашской Республики. А вот что это за грант и какие организации получили средства и какую сумму они получили? Да, действительно, уже 10 лет в нашей Республике ежегодно за лучшие инновационные образовательные программы наши учреждения получают гранты руководства Республики. Грант в сумме 200 тысяч рублей. Ее можно направлять именно на реализацию инновационной программы. То есть не на текущую деятельность, не на закрытие каких-то там своих проблемных вопросов образовательного учреждения, а именно на новацию, на изюминку, на какие-то эксклюзивные технологии. То есть на ремонт, на новое оборудование нельзя направлять? На ремонт однозначно нельзя направлять, но на оборудование можно. Оборудование опять-таки для реализации инновационной программы. В этом году у нас конкурсная комиссия решила больше внимания уделить Центрам детского творчества, потому что есть поручение руководства страны, что нужно активно развивать образовательный туризм. Наши дети, к сожалению, в последние годы перестали ездить на экскурсии, перестали массово участвовать в туристических походах. И таким образом сужается круг для развития детей, для формирования компетентности, для социализации, как мы говорим. И по всей стране идет сейчас очень большое движение по развитию образовательного туризма. Сколько у нас организаций получили этот грант? 200 тысяч рублей? В этом году ежегодно этот грант получает 20 образовательных организаций. Образовательные организации по всем уровням образования могут получить. То есть и дошкольники, и школа, и центры творчества, и учреждения среднего профессионального образования. Но, как я уже сказала, акцент в этом году конкурсной комиссии был сделан именно на развитии центров детского творчества. Потому что понимаем, образовательный туризм, он должен быть вне школы. Он именно внеурочное время должен развиваться. И поэтому гранты эти получили 17 учреждений детского творчества, 17 учреждений дополнительного образования, которые разработали, на наш взгляд, на взгляд конкурсной комиссии, интереснейшие программы. А что за проекты? Проектов очень интересны. Действительно, когда предварительно мы обсуждали в нашем сообществе об этих грантах, о будущих программах, акцент просили сделать на, прежде всего, развитии внутреннего муниципального туризма. То есть не секрет, что наши дети многие, даже известные места своего муниципалитета, своего района не посещают. Поэтому, допустим, проект Парецкого района полностью посвящен известным местам Паречья. Проект Аллатрского района полностью посвящен известным местам Аллатрского района. Тут и есть известные музеи, посвященные своим землякам, выходцам из этих местностей, из этих земель. Тут есть и, допустим, изучение старинные. В Батаревском районе, допустим, очень много археологических памятников. И они маршрут свой организовали таким образом, что дети будут посвящать свои старинные археологические памятники, которые даже включены в ЮНЕСКО. Я так понимаю, что ведь сейчас по новому федеральному стандарту, образовательному стандарту, очень большое внимание и много времени должно уделяться не только школьной работе, но и внешкольной. Дети должны быть заняты после уроков тоже какой-то деятельностью. Да. И в стандартах для начального звена, и мы уже перешли на реализацию стандартов среднего звена, в пятых классах, очень, как вы говорите, очень много внимания уделяется на внеурочной деятельности. Не менее 10 часов наши дети в течение недели должны заниматься внеурочной деятельностью. Туда включается все. И посещение музеев, и экскурсии, и реализация социальных проектов самими детьми. И поэтому считаем, что в этом году гранты направлены прежде всего и на реализацию стандарта, на пополнение той части стандарта, где учреждения дополнительного образования должны стать активными участниками вместе со школой по реализации стандартов. И еще мы очень большое внимание обращали организаторов этих проектов, что наши дети должны ездить не только на внутренние экскурсии, они должны выезжать за пределы республики. И мы акцент делаем на том, что, допустим, дети южных районов, Шимуршинский, Баатаревский, Яльский, Комсомольский район, они обязательно должны в рамках реализации этого проекта, используя средства, которые им выделяет республика, обязательно должны съездить в музей Яковлева в городе Ульяновске. Мы мало бываем, к сожалению, в нашем центре, где культура, где искусство Чуваши зарождалось, а наши дети, к сожалению, мало знают, только теорию знают, только по книгам знаем, какой была школа, основанная нашим патриархом Иваном Яковлевичем Яковлевым. А вот дети из Алатарского, Парецкого, из дальних наших районов, они очень мало бывают в Чебоксарах. Многие из них, даже потом, после окончания школы, не в Чебоксары поступают, они поступают в Мордовию, поступают в Нижний Новгород. И таким образом, бывает так, что за жизнью они один-два раза бывают в Чебоксары, и поэтому и мы им поставили задачу, что вы должны обязательно в рамках этого проекта приехать в Чебоксары, познакомиться с нашей столицей, с известными местами, посетить музеи. Очень надеемся, что деньги эти будут использованы эффективно, рационально. Эти деньги можно использовать, прежде всего, на оплату проезда, на наим автобусов. Это можно экскурсионные автобусы использовать, можно школьные автобусы использовать, на оплату музейных билетов на посещение. Понятно, что музеи не могут бесплатно предоставить всем нашим желающим. И также эти средства можно использовать, допустим, на приобретение хорошего фотоаппарата. Надо вот это все учиться потом. То есть, я так понимаю, что если в какой-то школе, в республике сказали, что ребята, вот в рамках проекта мы с вами едем в такой-то музей, то дети едут бесплатно. Да. И с родителей денег не берут. Только за питание. Да, с родителей деньги на питание, на так называемые карманные расходы, на мороженое, на, может быть, какой-то перекус. Проезд, наим автобуса, билеты на музеи, они все должны быть приобретены за счет средств гранта. Светлана Надировна, вы сказали, что вот уже 10 лет присуждаются такие гранты образовательным учреждениям. Сколько у нас уже получили, и можно ли повторно участвовать в подобном конкурсе, скажем так? По 20 грантов каждый год, значит, умножаем на 10, это получается 200 образовательных организаций уже эти гранты получили. Грант можно получить через 3 года. Повторно участвовать. И некоторые наши инновационные образовательные учреждения, которые постоянно разрабатывают новые и новые проекты, они уже по 2-3 раза получили этот грант. Как раз они таки ожидают. Строг вот 3 года проходит, и они могут участвовать, и они пишут новую интересную программу, и таким образом получают гранты. Неплохая возможность и школам поучаствовать, и тем же самым музейным организациям получить какой-то доход, то... Конечно, конечно. Вот это все, казалось, вот такой, мы же говорим, эффект... Кумулятивное накопление, да. Накопление эффекта. Казалось бы, грант учреждение получает, и внутри, собственно, высоко может твориться. А так, получается, мы выходим вовне системы образования, мы очень активно начинаем сотрудничать с учреждениями культуры. Таким образом, новый импульс могут получить наши музеи. Вот музей трактора, который у нас, скажем, очень современный технический музей. Дети тоже мало посещают, к сожалению. И мы предлагали, когда обсуждали, что обязательно в маршрут включите этот музей. Пусть дети посещают, пусть дети видят достижения, скажем, реального сектора экономики. И внутри образовательных маршрутов, вот некоторые проекты, они включают посещение даже промышленных предприятий. Это и профориентационная работа связана. Полагаем, конечно, одночасье, мы не можем сиюминутно решить все проблемы развития туризма, в целом образовательного туризма республики. Но некий новый импульс, новое продвижение этого направления, безусловно, должно быть. Спасибо большое, Светлана Владимировна. Спасибо за этот рассказ, за рассказ о новых технологиях, может быть, в образовании, в образовательном туризме. И я напомню, что сегодня у нас в гостях была первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской республики Светлана Петрова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok